Всем доброго времени суток. Приветствую вас на самом очередном видеоуроке, посвященному веб-дизайну и разработке. И сегодня мы с вами продолжаем разрабатывать нашу WordPress-тему. Я возвращаюсь после вынужденной паузы, за что прошу прощения у вас. Моя рабочая обстановка не давала мне возможности выходить даже по выходным, но буду стараться выходить хотя бы в более-менее удобное время. Итак, значит, на чем мы остановились? Мы с вами подключили наши скрипты, мы подключили файлы functions Bootstrap, jQuery и Bootstrap.js. И создали файл header и footer, и сегодня наша с вами задача будет вывести меню на сайт. Почему? Если я сейчас войду в админку, у меня есть моя тема, как вы помните, наша тема активная, но нет раздела меню. Если я активирую другую тему, то раздел меню у меня появится. Дело в том, что меню, так скажем, поддерживается самой темой, поэтому этой же самой теме надо сказать, чтобы меню у нас поддерживалось. Поэтому я вызываю функцию, в WordPress функцию регистр нав меню. Регистр нав меню. Дальше я указываю область, название области, будет main menu, и главное меню это название. Вы сейчас увидите, где оно будет фигурировать у нас. Собственно, больше мне ничего и не требуется. Теперь я обновляю, прошу прощения, и вот у меня появится раздел меню. Мы в него идем, и здесь у нас, видите, написано у нас отображение, главное меню, да, то есть где отображать наши страницы. Давайте это дело сохраним. Есть у нас меню. Да. Теперь нам с вами надо это меню вывести. Значит, что я сделал, я выйду пока из админки, чтобы она мне не мешала, чтобы мне не мешала черная панелька моя. И теперь нам надо с вами, вот, тема, да, на которую мы ориентируемся, и наша с вами задача, вот это вот навбар весь, я его прямо сейчас скопирую, несмотря, как говорится, ни на что. Значит, иду в хейдер, и вот у меня есть хейдер, копирую его. Делаю красивый вывод, ну, более-менее, да, чтобы читабельный был, так скажем. Теперь мы раскрываем вот эту div с классом collapse, и вот оно, наше, вот это вот меню, да, то есть, вот оно, home about services current. Нам, соответственно, этот список не нужен, не нужен, мы его убираем. Давайте я его оставлю, сохраню, и посмотрю, что у нас там получилось. Вот, все, что мы хотели, отлично. Но список нам этот не нужен, да, у нас будет, прошу прощения, у нас будет свое меню. Значит, мы здесь должны вывести динамически из WordPress, чтобы это сделать, у нас в WordPress есть функция, которая называется wp-nav-menu, и она принимает массив параметров, массив параметров с настройками этого самого меню. Итак, давайте по порядку, давайте я сначала, ну, давайте я перечислю эти параметры. Так, буду объяснять, итак, первое, это меню ID, это ID класса меню, я сейчас скажу, откуда оно берется. Давайте я все же, наверное, их напишу, все эти параметры, которые меня интересуют, которые нас интересуют. Вот, и потом уже поговорим, что и как. Navbar, nav... Почему я пишу вот эти классы, да, и водишки убираю? Ну, по одной простой печени, да, потому что я хочу превратить наш сайт вот в это меню, да, то есть, смотрите, здесь есть этот вот div, у него есть определенные классы, oil, navbar, navml-auto, да, поэтому я специально их пишу, как вы уже понимаете, я их не просто так пишу, не только для визуализации, а потому что в WordPress, конечно же, этих встроенных классов нету, там они совсем другие, поэтому, поэтому я их и вот так пишу. Вот, и здесь я напишу вот следующее. Уэл, 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 айди, равно, 1%, доллар, с, класс, равно, ой, доллар, с, оставили, класс, равно, но это сейчас все будет пояснено, не переживайте, 2%, доллар, с, закрыли, закрыли, уэл, и здесь будет написано 3%, то есть, процент не 1%, а процент 1, вот так вот, доллар, с, процент 2 и процент 3, с, соответственно, я скопирую, вот, теперь давайте, я сохраняю, обновляю, и вот, смотрите, мы видим меню, мы его вывели, замечательно, теперь давайте посмотрим вот сюда, вот у меня класс OL, да, у нее есть класс, не класс, а тег OL, да, у нее есть класс, у нее есть лишки, да, то есть все в порядке, но теперь давайте я уберу это все на время и объясню, почему нам это надо было делать. Если я выведу просто OL, то, как вы понимаете, точнее, просто меню выведу при помощи встроенной функции, то я получу вот такую верстку, во-первых, OL будет обернут вот в этот вот контейнер, меню слайд в меню контейнер, поэтому вот этот параметр контейнер не зря я ставил пустым, да, чтобы вот от этого дива избавиться, вот, дальше что, ну, а меню ID и меню класс, я думаю, вы поняли, да, меню ID, соответственно, берет ID из настроек меню, давайте покажу, какие именно. Так, вот ID, да, отсюда мы берем сайт меню, вот оно сайт меню. На самом деле, да, вот, на самом деле нам ID-шка не важна, нам класс нужен, видите, у нас здесь класс меню, а я класс, так скажем, ему скармливаю тот, который мне нужен. И item-srap, что это такое? Это, собственно, сформированная, сформатированная строка, да, откуда это берется? Это берется очень просто, берется функция php-sprintf, вот она, ну, читать я ее не буду, я просто покажу сразу пример, да, то есть у меня есть две какие-то переменные, я эти переменные хочу скормить вот этой строке, да, соответственно, я пишу процент D, это D, это D, то есть число, соответственно, будет подставлено число 5s, это строка, да, да, то есть будет подставлено какая-то строка, вот, и, то есть это placeholder, да, это заменители, вместо которых, вместо которых подставится какая-то переменная, вот sprintf указывает, что какую строку надо отформатировать, а дальше указывается порядок параметров, соответственно, D будет заменен на нам, а s будет заменен на location, вот, где вот это вот все происходит, вот эти вот переменные, где они хранятся? Хранятся они, друзья мои, в следующем файле. Так, WP includes, и тут есть у нас меню template, вот он. У нас меню template, и здесь надо найти где-то... Вот они пошли, вот они пошли, атрибуты меню формироваться. Вот они, атрибуты меню, класс, да, и так далее, и тому подобное. Вот класс, обертка, в общем, вот этот вот файл поизучайте, здесь формируются именно стандартные ID-шки и классы для меню, для меню, поэтому сюда я пока не вдаю из подробностей. Да, сформировалась ID-шка, подставила, сформировался класс и сформировался сам список. Вот. Прошу прощения. Да, недалечения тоже, поэтому выхожу в не самой лучшей форме, но все равно он не готов. Итак, у нас есть меню, давайте я выйду из админки. Возвращаюсь. И у нас с вами задача какая? У нас с вами задача лишки подформатировать, но вот в этой функции wp-nav-menu такого параметра нет, поэтому нам с вами надо воспользоваться, собственно, другой возможностью, через functions.php, как всегда у нас есть наш файл, где мы вносим корректировку тем. Поэтому я создам функцию change-menu-items-class и передам ей название класса. Класс. И дальше в массив классы, который встроенный, имеется в WordPress-овский, я передам nav-item. Nav-item. Почему я его? Сейчас объясню. Nav-item по причине того, что у нас он в шаблоне. Так, вот ищем ли. Вот они у нас, ли, nav-item. У них у всех класс nav-item. Поэтому лишки я передаю класс nav-item и, собственно, его уже дальше, этот массив возвращаю. Classes. Вернул массив в classes. Теперь что я должен сделать? Теперь я должен вызвать фильтр. У нас есть экшены, хуки, а есть фильтр. В чем различие? Хуки – это событие, да, которое происходит при, например, загрузке скриптов, как у нас было, вот, или еще каком-то событии. Фильтр, на самом деле, друзья мои, это тоже можно причислить их к событиям, но различие в том, что события просто срабатывают, да, при наступлении, да. То есть наступает событие и цепляется какая-то функция к этому событию. В данном случае фильтр – это тоже наступает какое-то… Ну, в данном случае, конечно, не событие, да, то есть нас с вами интересуют CSS-классы у меню, и мы должны к этому фильтру, да, применить… Не к фильтру, извините, а к этим лишкам, да, должны применить какую-то функцию, да, в данном случае вот эту нашу функцию ChangeMenuItemsClass. То есть еще раз, давайте подытожим. Action и AdFilter – это, по сути, хуки, да, хуки, то есть цепочки, да, в термологии WordPress. То есть, когда загружается сайт на WordPress, загружается в ядро, WordPress еще правильно цепляет хуки, да, это все равно, чтобы взять грабли, идти, там, не знаю, по земле цепляет за собой листву, палки, еще что-то, да. Вот WordPress делает так же, он идет, при загрузке цепляет все экшены и фильтры, да, то есть экшены, это, соответственно, когда WordPress загружает, например, те же самые скрипты, он подключает… Он старает работать нашу функцию Load Scripts, где подключает все скрипты. Потом он видит, например, фильтр, знает, что у него есть вот такой вот встроенный фильтр, да, то есть отфильтровать все CSS классы у лишек, это так поверхностно говорю, и к этому фильтру он применяет нашу функцию. Давайте посмотрим, что у нас изменилось. ничего не изменилось визуально, смотрим дальше. Во-первых, к лишкам добавился класс Nav Item, мы этого уже добились, но у нас есть еще внутри лишек тег A, а тег A имеет класс Nav Link, поэтому нам с вами надо еще один, как вы понимаете, фильтр обработать у самих ссылок, не у лишек, не у элементов меню, а у самих ссылок. Поэтому я создаю функцию Add Link Class, передаю массив Atters. Это все на самом деле я не то, что сам придумал, да, это фильтры, они уже изъезжены налево и направо, вот эти вот фильтры по смене классов, поэтому вы просто можете почитать документацию WordPress и понять, что тут я ничего не придумаю, все это стандартный инструмент WordPress, и тут моей фантазии никакой нет. Да, то есть вот этот массив Atters, он стандартный, WordPress классов, он стандартный WordPress массив, да, это еще все придумано до меня. Теперь что мы делаем? Теперь мы запускаем еще один фильтр, который будет называться NavMenu Link Attributes и, соответственно, запускаем нашу функцию. Обновляем. Вот, теперь я вижу то меню, которое я хочу видеть. Ну, понятно, что здесь есть активный класс, нам мы пока с этим заморачиваться не будем, но мы видим тоже переходы меню с ссылками, все нормально. Вот, ну что ж, дорогие друзья, я не буду сильно мучить свой голос, поэтому на сегодня мы закончим. Мы с вами реализовали поддержку меню при помощи функции регистров на Афменю, именно поддержками в админке, и вывели это меню при помощи стандартной функции ВП на Афменю, передав ей нужные параметры. Опять же, это не все параметры, поэтому рекомендую прочитать документацию ВП на Афменю. И еще важно, что, если вы хотите несколько меню на сайте, то есть функция регистр на Афменю. Это нужно для чего? Ну, например, у вас есть главное меню, а в подвале есть, не знаю, меню, еще какое-нибудь, меню социальных сетей, да, или там категории товаров. Поэтому можно регистрировать сразу несколько меню. Эту функцию тоже посмотрите в документации. Итак, на сегодня мы с вами закончим. Всем большое спасибо за внимание. Оставляйте пожелания и комментарии у меня на сайте, либо на канале, и услышимся с вами в следующий раз. Спасибо. Пока.